Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня мы будем снимать диетический стол. Или, как он многим известен, пятый стол. У нас будет сегодня меню на целый день. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь на столе и расскажу, что я буду готовить. Оставайтесь со мной, будет вкусно и интересно. Итак, дорогие друзья, я сегодня решила приготовить полноценное меню на весь день. Тот, кто придерживается диеты пятого стола, знает, что питаться нужно 4-5 раз в день. И желательно, чтобы меню было разнообразным. Сейчас я вам покажу, какое меню предлагаю я для такой диеты. На самом деле, придерживаться диеты пятого стола совсем несложно. И рецепты для этого все очень простые и быстрые. Если кто-то еще не сталкивался с такой диетой, с таким питанием, то вы сможете посмотреть некоторые рецепты в моем видео и, возможно, что-то возьмете для себя. Все блюда очень вкусные, аппетитные и хочется съесть, несмотря на то, что они диетические. Итак, давайте я покажу вам все ингредиенты, которые я подготовила. И затем мы уже перейдем к самим рецептам. Итак, смотрите, сколько всего много у меня здесь на столе. Я не буду перечислять все продукты, которые я подготовила, так как вы сможете посмотреть все рецепты подробно и увидеть полную технологию приготовления. Только отмечу, что у меня будет здесь завтрак, обед и ужин. То есть полноценное меню на весь день. Итак, давайте начнем готовить. Итак, первое, из чего я предлагаю начать приготовление, это завтрак. Для него мне потребуется пшено, здесь у меня 100 грамм пшена, горсть изюма. Изюм обязательно промываем и обсушиваем. 80 грамм тертой тыквы. Тыкву я использую предварительно замороженную, можно использовать свежую тыкву. Нужно натереть ее на терке. Я же достала тыкву уже натертую из морозилки и разморозила. Также потребуется соль, сахар по вкусу, вода и молоко. Приблизительно 100 грамм воды и 100 грамм молока. Итак, начинаем готовить кашу. Итак, берем пустую кастрюлю. Отправляем сюда вымытое пшено. В равных пропорциях вливаем воду и молоко. У меня будет 100 грамм воды, 100 грамм молока. Диета пятого стола подразумевает нежирные блюда, поэтому продукты нужно использовать также. Нежирное молоко должно быть с минимальным процентом жирности. Хорошо перемешиваем все. Включаем огонь и доводим до кипения. Итак, здесь у меня все уже закипело. Добавляем сахар и соль по вкусу. Вот так щепотку соли я добавлю. И добавлю половину столовой ложки сахара. Хорошо перемешиваем. Вот так под крышкой дам покипеть примерно 5 минут. Затем будем добавлять тыкву. Итак, смотрите, вот так хорошо у меня все кипит уже 5 минут. И сейчас я отправляю в кастрюлю тыкву, натертую на крупной терке. Можно использовать тыкву, порезанную кусочками. Это вы уже смотрите на свое усмотрение. Хорошо перемешиваем все. И на минимальном огне готовим еще минут 10. Затем за пару минут до готовности отправим в кастрюлю изюм. Но это уже по вкусу. Можете его не добавлять, если кто-то не любит. Так, прикрываю крышкой и продолжаю готовить. Периодически нужно помешивать. Пока у меня готовится каша, я начну еще готовить суп. Для его приготовления мне потребуется картофель. Здесь 2 клубни картофеля. Картофель нарезаем небольшими кусочками. Половинка болгарского перца нарезаем кубиками. Небольшая морковь. Либо же, если у вас морковь крупная, то нужно взять половинку. Также нарезаем кубиками. Зеленый лук по вкусу. 100 грамм тертого сыра. 50 грамм риса. Рис обязательно промываем. Используем любой рис. Можно круглозеры, длиннозеры, какой вы любите. Вода. Потребуется почти 2 литра воды. И куриные фрикадельки. Куриные фрикадельки сделать очень легко. Для этого перекручиваем куриную грудку через мясорубку. Перекручиваем головку лука туда. Добавляем соль по вкусу. И столовую ложку муки. Формируем фрикадельки. И вот такие они у нас получаются. Размер фрикаделек также можно делать любой. Хотите более мелкий, хотите более крупный. Как вам нравится. Для аромата при варке можно будет добавить лавровый лист по вкусу. Итак, начинаем готовить. Вливаем в кастрюлю воду. Включаем огонь. Ставим кастрюлю на плиту. И первым делом отправляем сюда рис. Рис обязательно хорошо промываем. Я уже подготовила рис. И пересыпаем в кастрюлю. Даем закипеть. И готовим рис буквально 5-7 минут. И затем уже продолжим дальше. Каша уже почти готова. И теперь можно отправить в кастрюлю изюм. Пересыпаю сюда изюм. Хорошо размешиваю. Очень ароматная каша. Вот так хорошо размешиваю. Накрываю крышкой. Еще буквально пару минуток. Дам повариться. Тем временем, пока у меня закипает суп, я займусь еще вторым блюдом. Это у меня будут ленивые вареники. Картофельные. Для их приготовления мне потребуется картофельное пюре. Здесь 800 грамм картофельного пюре, которое можно приготовить заранее. У меня картофельное пюре осталось с вечера. Одно яйцо. Одна столовая ложка сметаны. Сметану также берем с минимальным процентом жирности. Соль по вкусу. Здесь у меня измельченный укроп. Я храню его в замороженном морозилке. Укроп по вкусу добавляем. И 4-5 столовых ложек муки. Все продукты на столе. Приступаем к приготовлению. Первым делом в чашу с картофельным пюре мы разбиваем яйцо. Сразу же отправляем сюда сметану. Соль добавляем по вкусу. Я не буду много добавлять соли, так как у меня пюре уже соленое. Совсем чуть-чуть. Также отправляю сюда зелень укропа. Я здесь уже отмерила муку. У меня здесь 5 столовых ложек. Вы смотрите на консистенцию своего картофельного теста. Какое оно у вас будет получаться. И можете муку добавлять постепенно. Вот таким образом. Немного добавили. И начинаем замешивать. Итак, дорогие друзья, посмотрите. Вот такое картофельное тесто у меня получилось. Вот так скатываем его в колбаску. И здесь у меня еще один кусочек остался. Тесто получилось много. Если вы не хотите все это сразу готовить, и у вас для вас это много, то я предлагаю просто взять, подготовить картофельные вареники и заморозить их. Вот таким образом нарезаем вот такие кусочки. Формируем вот таким образом вареники. Немного придавливаем, чтобы в центре было небольшое углубление. И затем отправляем на тарелочку и в морозилку. Если же будете готовить их сразу, тогда вливаем в кастрюлю воду и даем закипеть. Вот так припыляем тарелочку мукой. Это для того, чтобы отправить их в морозилку. Часть я отправлю в морозилку. Вот так подкатываем, делаем небольшое углубление и на тарелочку. Итак, рис у меня уже готов. Отправляю в кастрюлю картофель, порезанный кубиками. Минут 5 даю покипеть. Для того, чтобы приготовить пельмени с куриной грудкой, мне необходимо кусочки куриной грудки, которые я уже подготовила, пропустить через мясорубку. Пропускаю через мясорубку и добавлю небольшую головку лука. Картофель и рис уже готовы. И теперь в кипящий бульон добавляем соль. Хорошо перемешиваем. И соль добавляем, конечно же, по вкусу. Обязательно пробуем на вкус. Достаточно соли вам или нет. Но помните, что при диете номер 5 соль также стоит ограничивать. То есть добавлять по меньшим блюдам. И теперь в кипящий супчик добавляем фрикадельки. Вот так по одной отправляем в суп. Хорошо перемешиваем. Еще минут 5-7 даем покипеть. И дальше уже продолжим готовку. И теперь пришло время отправить суп тертый на мелкой терке сыр. Пересыпаю. Сразу же отправляю сюда морковь и перец. Готовлю еще минуты 3. И затем добавлю сюда зеленый лук. Пару минут покипит и супчик будет готов. Суп уже практически готов. Отправляю сюда зеленый лук. И для аромата решила добавить один лавровый листик. Еще минутку-две все это варю. И все. Суп полностью готов. Для приготовления следующего блюда следующее блюдо, которое я буду готовить, это будут пельмени с курицей. Куриное филе я уже пропустила через мясорубку. Также я здесь подготовила муку. 500 грамм муки, одно яйцо, соль по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла, 80 грамм воды и 80 грамм молока. Все на столе. Готовим пельмени. В чашу с куриным фаршем добавляем немного соли и хорошо перемешиваем. Подготовленную начинку я отставляю ненадолго в сторону. И затем вымешиваем тесто. В пустую чашу разбиваем яйцо. Если у кого-то очень строгая диета и вам нельзя употреблять желтки, то тогда лучше всего в тесто добавить один белок. Вливаю сюда воду, молоко, щепотку соли и хорошо перемешиваем. После того, когда однородности все перемешали, нужно сюда просеять муку и добавить растительное масло. постепенно просеиваем муку и вымешиваем. Сначала вымешиваем венчиком, а затем уже руками. И в процессе вливаем сюда масло. После того, как тяжело уже вымешивать руками, все отправляем на стол и вымешиваем уже на столе. Замешиваем тесто привычным и простым способом. Благодаря тому, что мы просеиваем муку, тесто получится не забитым, а очень таким эластичным и податливым. Посмотрите, вот такое тесто, довольно-таки эластичное, уже практически не липнущее у меня получается. и сейчас будем раскатывать его и формировать пельмени. Тесто нужно поделить на две части, чтобы было удобнее работать с ним. Формируем пельмени любым привычным способом. Можно использовать формочку, можно использовать стакан, кружку, все по желанию. Я буду использовать вот такой стаканчик. Нарезаю кружочки. Лишнее пока что убираю, потом также раскатаю. И далее выкладываем начинку. Можно использовать десертную ложечку, можно чайную, как вам нравится. Вот такие пельмешки мы получаем. Готовить их мы будем на пару. Главное соединить краешки. Также удобно такие пельмешки замораживать и использовать уже когда требуется. И стоит помнить, что когда вы перекручиваете куриное филе, куриную грудку через мясорубку, то кожицы не должно быть. Так как такая диета не предусматривает того, чтобы употребляли кожицу птицы. Смотрите, вот сколько пельменей получилось из одной половинки теста. Часть я сейчас заморожу, а из другой половинки теста сейчас сделаю и будем готовить пельмени на пару. Я подготовила пароварку, смазала решетку растительным маслом и выкладываю сейчас сюда пельмени. Также посмотрите, у меня получился один вот такой большой пельмень, можно называть его хинкали или манты, как вам нравится. готовить я его буду вместе со всеми пельменями. Вот так. Для аромата в кастрюльку я отправила один лавровый листик. Уже начинает вода закипать и вот таким образом ставлю сюда на кастрюльку и накрываю крышкой. Готовлю пельмени на пару я примерно минут 20. Далее я готовлю сырники на пару. Для их приготовления мне потребуется творог, здесь у меня 500 грамм творога, одно яйцо, соль по вкусу, горсть изюма, 4 столовые ложки муки и 1 столовая ложка сахара. Сахар можно добавлять чуть меньше или чуть больше, как вы любите. Итак, все на столе, начинаем приготовление. В пустую чашу отправляем творог, сюда же разбиваем яйцо, добавляем немного соли, сахар и хорошо перемешиваем. Чтобы все это превратить в однородную массу, лучше всего воспользоваться блендером. Вот таким образом разбиваем творог. Затем добавляем сюда изюм и муку. Вместо изюма можно добавить курагу. Всыпаем муку и хорошо размешиваем. И затем влажными руками формируем сырники. Вот такие сырнички получаются. Отправляем в пароварку на 20 минут. Дорогие друзья, мне осталось приготовить салат. Для него мне потребуется тыква натертая, здесь у меня 100 грамм тыквы, капуста, которую я нашинковала соломкой, также небольшой кусочек, примерно 100 грамм, одно зеленое яблоко, соль по вкусу, чайная ложка меда и имбирь, буквально пол чайной ложечки, даже чуть-чуть поменьше. Все на столе, готовим салатик. В пустой салатник отправляем тыкву, натертую на крупной терке. Я использую замороженную тыкву, вы можете натереть свежую тыкву. Сок, который у меня выделился, я также отправила сюда. Обязательно используем сырую тыкву. Капусту отправляем также сюда. Яблоко моем и натираем на крупной терке. Чтобы яблоко не темнело, можно сбрызнуть соком лимона. Сбрызгию соком. Вот так немного размешиваю. В салатник отправляю яблоко, затем добавляю щепотку соли, и одну чайную ложечку меда. Все хорошо перемешали и добавляем сюда имбирь. Еще раз хорошо перемешиваем. Уже последний раз. Вот и все. Наш вкусный витаминный салатик готов. Ленивые вареники я готовлю следующим образом. В кастрюлю вливаю воду, добавляю соль и еще добавил один лавровый листик. Но это уже по желанию. Даю закипеть жидкости и затем отправляю сюда вареники. Вот таким образом выкладываю. Смотрите, вот так готовятся сырники на пару. Они уже практически готовы. Сейчас дам немного остыть и затем выложу на тарелку. Такие сырники ничем не уступают жареным, только отличаются внешним видом. Так они очень вкусные. Дорогие друзья, все готово. Вот вот такой диетический стол сегодня получился. Диета номер пять. Итак, давайте смотреть, что же у меня здесь есть. Вот такой аппетитный суп с фрикадельками, рисовый суп с фрикадельками. Здесь сырники на пару, пельмени. пельмени также готовили на пару. Ленивые вареники. Здесь салатик. И здесь каша с тыквой, пшенная каша с тыквой и изюмом. Вот такой вкусный стол, такие замечательные рецепты. Готовится все очень быстро, просто. Получается невероятно вкусным. салатик. 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 Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, вот такое диетическое меню, такой диетический стол сегодня у меня получился. Посмотрите, все очень аппетитно, это хочется съесть. Оказывается, диетические блюда могут быть очень вкусными. С помощью такой диеты можно не только поддерживать свой организм, но и сбросить несколько лишних килограммов. Думаю, что сейчас период весны, лета, такая диета никому не навредит, это точно. Готовьте с удовольствием, радуйте себя, своих близких. Надеюсь, такие рецепты вам понравятся. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. С вами была Ирина Пуханова. Всем пока! До новых встреч!